я приветствую вас с вами альберт это уроки стратегического мышления и сегодняшняя тема будет такая знаете интересная непривычная даже странная на первый взгляд и она звучит так смена местами причины и следствия сейчас я объясню пример представьте вы едете за рулем и видите краем глаза двух участников мелкого дтп один поцарапал другому машину и они там сильно разбираются друг с другом кто виноват кто прав и прочее прямо все красные потные в гневе и злости обыватель может сказать они так разозлились друг на друга потому что один нарушил правила дорожного движения 2 не уступил и прочее но я приглашаю тебя хотя бы в течение этого видео размышлять вот на чем а если наоборот а если они получаются бессознательно может быть и сознательно умышленно породили такую ситуацию чтобы иметь возможность наехать на другого понимаешь то есть мы меняем причину и следствие местами не потому зол что не уступил дорогу и попал в мелкое дтп там товарищ а именно для того чтобы иметь возможность быть злым создают такую ситуацию это очень глубокая тема мы на одном из уроков выше коснулись темы излюбленного чувства думающего и доказывающего помнишь да об этом зависимости от того какое чувство для меня является привычным я всегда буду находить тому подтверждение вы знаете неуверенному в себе человеку если даже сделать теплый комплимент он может сказать что издеваешься надо мной перестань смеяться уже а уверенному в человеку если сделать ему поддевку и постебать его например он скажет слушать друг спасибо за комплимент я тебе очень благодарен понимаете насколько мир в котором мы живем разворачивается в первую очередь в мире наших представлений наших воображений и человек живет не в реальном мире а в мире своих представлениях о нем и эта тема с смены местами причины и следствия это очень важная тема то есть смотри зол или в гневе или расстроен не в силу какой-то ситуации а чтобы иметь возможность быть расстроенным злым или в гневе эту ситуацию человек создает ему просто для равновесия его нервной ткани есть необходимость испытать привычное для него чувство и поэтому на одном из уроков выше я и сказал об этой теме что ты выбираешь чувствовать и как ты выбираешь находить этому подтверждение мне нравится одно выражение такая мудрость что джентльмен не оказывается в подворотне что эта фраза значит для тебя подумай об этом джентльмен не оказывается в подворотне почему потому что он знает где ему быть вместо нее и может быть слова подворотня нет в его языке наверняка тебя сталкивались и встречались такие люди которые не оказываются в неприятностях а есть такие люди которые постоянно их создают вокруг себя вспоминаешь до продумающего и доказывающего и это очень важная глубокая тема а в какие ситуации попадаешь ты ты смотришь это видео и наверняка никто не следит за тем как ты его смотришь и ты можешь наш углубиться вглубь себя и подумать а в какие ситуации попадаешь ты и для чего ты это делаешь если по-честному мне многие признавались слушай да я специально нашел до чего докопаться до этого парня чтобы иметь возможность быть на него злым и это честно хорошо и если мы пойдем дальше а что ты выбираешь чувствовать вместо этого а как во времени для тебя будут разворачиваться эти взаимоотношения эти взаимодействия и самый важный тот вопрос а как ты можешь не клевать на крючок ведь вопрос в не в том что делать клюнув на крючок а вопрос в том как не клевать на него если например вы являетесь таким человеком которому постоянно внешний мир там кидает провокации быть злым или расстроиться или ревновать вы можете выбрать для себя какую эмоцию испытывать и что чувствовать вместо этого понимаете а если кто-то не клюет на крючок то ему как крючок и не бросают понимаете крючок не бросают тому кто не клюет это одна из ключевых идей великого психотерапевта психиатра эрика берна и транзактному анализу я на своем курсе развития стратегического мышления посвящаю четыре месяца и это транзактный анализ это расширение рамки восприятия это не о том как мне сидя за столом победить в покер моего соперника а о том садится ли мне за этот стол и для чего мне садится а для чего мне не садится как во времени будет разворачиваться для меня это игра или не игра если например вы вам бросают крючок там близкий родной вам человек с которым вы привыкли постоянно ссориться в гневе найти многие говорят наши отношения состоят из 40 то нормально вы можете выбрать для себя клевать и ссориться например или если не ссориться то какие отношения строить вместо этого у меня была такая история я постоянно бросал и клевал крючок когда руководил отделом по созданию продвижению сайтов своим сотрудникам я находил повод на них наехать понимаете я всегда находил повод считать их неправыми считать что они плохо выполняют свою работу и каждую неделю а иногда и каждый день я уставший уходил с офиса думаю о том как они не задолбали тупые вообще толку никакого от них нет а потом я подумал подожди альберт я же специально нахожу такие ситуации чтобы иметь алиби для самого себя на них наехать я стал менять причину следствия местами то есть я зол на них не потому что они плохо работают а чтобы иметь возможность на них быть злыми я создаю причины и поводы на них наехать из-за того что они типа плохо работают понимаете да о чем я я сказал ребята мы с вами очень много времени проводим вместе и часто мы с вами устаем от вот этих вот нелепых ситуации гнева особенно с моей стороны я приглашаю вас поразмышлять о том как мы можем вместе построить взаимовыгодное сотрудничество и устремить наше внимание в одну сторону мы все заинтересованы в результатах имеем комиссию с наших продаж то есть я их стал воспринимать как взрослых мыслящих здравомыслящих людей и не против них лоб в лоб а вместе с ними как мы можем построить будущее дорогу и развитие я стал накладывать такие взаимоотношения на все взаимоотношения не бороться с кем-то а думать о том как мы можем вин вином построить что-то вместе понимаете да то есть смотрите смена причин и следствия местами зол не потому что какая-то ситуация случилась а именно для того чтобы иметь возможность быть злым а это необходимость испытывает тело зачастую если она привыкла находиться в стрессе взвозьте например она создает бессознатно такую ситуацию чтобы иметь алиби быть злым поизучай присмотрись к людям вокруг присмотрись к себе поглубже поживи с этой идеей причины следствия смещение местами причины и следствия если в очередной раз тебе приходят с помощью то посмотри а специально же человек создает проблему чтобы иметь возможность попросить у кого-то помощь чтобы не решать самому и найти себе защитника если видишь вокруг человека который кричит на другого то посмотрите с точки зрения что другой делает ему услугу и дает ему возможность на себя покричать а тут умышленно создают ситуации чтобы испытывать гнев касательно кого-то из людей понимаешь да о чем смещение местами причины и следствия это одна из ключевых тем которые разбираю на своем авторском курсе по развитию стратегического мышления это для меня о том как вступать заранее выигранный бой схлопывать вот так вот время воедино и смотреть а к чему меня ведут мои поступки а к чему приводят поступки людей вокруг меня а где я выбираю быть и кем я выбираю себя окружать ведь что мы делаем как мы делаем что-то одно так мы делаем все все абсолютно фрактально я тебя приглашаю по исследовать эту идею я не сейчас много сказал выше ты даже можешь это видео просмотреть ни один раз причина следствия и смена их местами злой не потому что не повадил с кем-то а чтобы иметь возможность быть злым с кем-то не повадил понимаете да расстроился не в силу какой-то ситуации чтобы а чтобы иметь возможность расстроиться эту ситуацию бессознательно спроектировал своей жизни понимаете да смещение местами причины и следствия вот о чем я у конорда воронса величайшего этолога и ученого есть такая фраза голоден чтобы есть или ем чтобы быть голодным и эта фраза открыла во мне это понимание смещение местами причины и следствия и смысл этой фразы что происходит то и цель в каком тоннеле реальности человек живет какие он эмоции испытывает какими отношениями он окружен то для него и важно это позволяет ему испытывать привычную эмоцию понимаете да излюбленное чувство доминирующие эмоции мы об этом говорили выше и так причина и следствие смена местами я приглашаю тебя поисследовать я приглашаю тебе не клевать на крючки которые тебе бросают чтобы ты сплясал под чью-то дудку и выбирать самому к чему тебя ведут твои решения к чему тебя ведут твои взаимоотношения каким-то выбираешь быть и какие взаимоотношения ты выбираешь строить я специально так подробно вошел в эту тему причины и следствия местами Она одна из ключевых на моем курсе И это видео буду смотреть И те, кто занимаются на курсе у меня И те, кто не занимаются Я считаю, это просто величайшая понятная тема Что происходит, то и цель здесь Эта фраза становится ясна и понятна Когда мы смещаем местами причину и следствие А радостный человек, например Он радость испытывает Не потому, что что-то в ситуации у него какая-то жизненная произошла А он ее создает, чтобы испытать радость То есть у него есть бессознательное стремление Испытать привычную для него эмоцию Радость, например, счастье, победу И поэтому он порождает соответствующие ситуации То есть эта эмоция в его думающем Помнишь, да, метафору думающий и доказывающий Метафору излюбленного чувства Посмотри на мир, который вокруг тебя разворачивается На свою субъективную вселенную Свой пузырь реальности Из каких эмоций, чувств состоит твой день Чему ты находишь подтверждение И попробуй начать менять в своих наблюдениях Причину и следствие местами Это может быть непросто для начала Поисследуй эту гипотезу Я не считаю, что я знаю, как правильно, как неправильно Я вижу тебя исследователем И ты примеряешь разные гипотезы И может быть эта гипотеза для тебя сработает И сделает тебя лучшим в первую очередь для самого себя Так что поисследуй С тобой был Альберт Встретимся на следующем уроке стратегического мышления Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok